Я хочу показать, как сделать вот такие вот ушки на ободке, реалистичные, из искусственного меха. Одно ушко я уже сделала, только не уложила и не покрасила. Оно выглядит вот так. Для него я использую более крупный ободок. Я хочу вам показать, как сделать вот из вот этого, сделать вот такое же ушко. Эти ушки будут выглядеть примерно вот так. То есть они такие пушистенькие, мягенькие. Клепятся они на крепежах в виде полууки. Если вам интересно, как будет выглядеть уже готовая работа, уложенная и причесанная, то я приглашусь вам зайти ко мне в инстаграм. Ну и все, поехали. Сначала нужно побрить ушко. То есть я беру вот такую вот битву. Я беру сразу вот такой вот розовый клюш. Вот такой вот очень сильно забивает машинку и, к сожалению, мне приходится ее очистить по-моему постоянно. Это искусственный мех, это настоящий. Его я добавила, потому что мне показалось, что если это выглядит только искусственно, они будут выглядеть не так интересно, что произошло вот этот мех сразу мне. Хочу сказать, что я его сейчас побрею, так как держать однолюбой у меня не очень-то неудобно. Так что положу, когда я его уже побрею и заберу. Чуть не забыла сказать, что мои ножки сделаны из вот этих краснов и чистые ножки из вот этих больших уснов. Маленькие сделаны из вот этих маленьких. Что я делаю? Я вырезала на полотне, например, вот такой. Вырезала на полотне вот такой вот корнишка. Вырезаю ее и в розовом варианте, вот в таком, и в сером. После этого я проклеиваю их по этим линиям. То есть, как я сделала здесь, только проклеила горячим клеем. И все это зафиксировала вот на такую вот проволоку. Вот на такую проволоку. Это алюминиевая проволока. Треться она вот такой. По-моему, стоила она рублей 200. Не могу сказать точно. И приклеила я ее вот таким вот образом. Для чего? Чтобы завернуть по вот этой линии. Чтобы вот так вот красиво завернуть. Прикол в том, что когда она будет заворачиваться, она примет нужную форму. То есть, вот такую. Это у меня ушки-рыси. Они будут зафиксированы лаком и покрашены. То же самое, что случилось с этими. К сожалению, с них смылась половина краски, так как этот плюш не окрашивается. Они должны быть фиолетовыми. Но фиолетовый остался вот только вот тут. Поэтому я их просто покрасила немножко в розы. И сделала зеленые пятна. Но, к сожалению, зеленые пятна смылись в течение дня. Хотя это был акрил. Он просто вычесался. Все. Хотя розовый остался на месте. И не могут выхнуть. Сзади ушки выглядят так. Здесь видны, где я их подкрашиваю. Вот такая вот форма была выбрана для этих. Как видите, форма, которую я придавала ему здесь, он не похож. Хотя это одна и та же форма. Поэтому нужно учитывать, что вы хотите получить в конце. То есть я планировала ушко рыси. Но когда я сделала вот эту основу, она мне казалась маленькой. Я вообще подумала, что сделаю достаточно маленькие ушки. И подумала, что, коль у меня остались обрезки, сделаю я вот такие вообще маленькие. Но когда я получила вот это, это ушко просто для фури фестивалей. Эти уши очень большие и подходят для косплея больших предметов. Итак, вот такое вот ушко у меня получилось после стрижки. Я его достаточно аккуратко подстригла. Из-за этого мне пришлось я это покороче подстричь. Наверное, я его подстригую еще раз. Но если вы будете делать такие ушки, то обязательно чистите машинку. Потому что забивается она очень сильно. И чтобы ее до конца не убить, чистите ее, заботясь о ней. Это не моя машинка. И мне придется за ней более серьезно заботиться. Иначе мне будет просто стыдно. Кстати, если вы хотите такие же ушки, чтобы делали их я вам, например, и вы в Старопольском крае, и у вас при этом есть воротник, либо просто искусственный век, который вам не нужен, то я с радостью вам их сделаю чисто за то, что вы мне дадите возможность сделать другие ушки из подобного. Цена можно всегда задаться, к примеру, в ВК или в Инстаграме. Я всем отвечаю. Вот. Сейчас я буду приклеивать сюда. Вот такой хвост песца у меня есть. Я отрежу кусочек и приклею его на эту часть. Видите, ушки сейчас немножко разные. Для того, что это надо по сильнее погнуть, пожмякать вот так. Поднять на сторону, но этим я займусь чуть попозже. Сейчас мне нужно все приклеить. Приступим. Итак, я отрезаю маленький такой кусочек. Это очень плотный мех. Это, по-моему, хвост песца. Я его сейчас отрежу и использую его точно так же. Отрезаю ее канцелярским ножом. Потому что ножницами я боюсь повредить мех. Канцелярский нож меньше всего травмирует. Так, у меня есть такая маленькая штучка. Я ее нужна. Я делаю направление меха. То есть ту сторону, которую я буду смотреть на изделие. И смотрю, как оно сюда подходит. Нужно либо больше, либо меньше. И сравниваю. Здесь достаточно мало, как мне кажется. Мне кажется, что нужно добавить. Отрезать тонкую полосочку. Либо отрезать новый треугольничек. Чтобы все подошло. Я, пожалуй, отрежу треугольничек. А этот использую для других работ. По идее, это можно делать и из плюша. Но получится не так красиво. Я уже показывала розовые. Вот они сделаны из плюша. Минус плюша, что он очень сильно забивается в машинке. И банально ее можно выбрасывать. Если вы не умеете ее очистить. Итак, вот у меня получился нежный треугольничек. Он мне подходит. Разгибаю ушко и хорошо прочаствую. Теперь я закинаю ушко как по образцу. То есть вот так. Маку наложить. Посмотреть, как мне правильно загнуть. Там внутри проволока. Но если вы более богатый и рвежетчатый человек, вы можете найти Ева Фом. Это такой материал. Он часто используется для косплея. Иногда его можно встретить в магазинах строительных. Его можно нагреть и сделать уже готовую форму, по которой вы просто приклеите и просто подстрижете. Смотрю на одинаковость. Сравниваю примерно как это выглядит. Здесь, мне кажется, можно такой небольшой узлом. И все, приклеиваем. Обрезки я стараюсь не выкидывать, они для чего не надо прибавляться. В данном случае они нужны для тонких полосочек, как вот тут. Здесь у меня три достаточно тонких полоски, которые я, наверное, вырежу вот отсюда. Используя для наклеивание сюда прийти, я лучше всего вырезать вот такой вот треугольничек. Резать тони не делается слишком проблематично, ведь если кожа более плотная, то это штука какая-то штука, такая достаточно жаская персия, у меня есть минус, если я резю. Эти волокон, он очень быстро портится. Я смотрю объем, что много здесь. Здесь, здесь, например, нужно тот же объем. То есть, какие-то треугольники. Переложим на ногу эту тюрьму. Вот, 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 штукается. Так, это нужно обязательно расчесывать, иначе вы просто не убираете страшное пустое. Так, у меня все еще пустое. И теперь, мы воспитаем на треугольник. Вот так, как мы все прекрасно. И нам еще вставить. И приклею будет. Вот, вот, из-за него согласен у меня клей. Я приклею это все на горячих клей. И для меня проще всего работать. Все. горячего клея на данную работу уходит очень много, на самом деле я не очень правильно сделала я выдавила клей на ушко, но ладно, по идее лучше выдавливать его на треугольничке так он лучше клеится последний треугольничек вот, в центре да-дам, вот и все ушки готовы осталось их только покрасить и, по сути, их можно носить но сейчас я еще кое-что сделаю я сейчас сделаю крепление, то же самое, как вот здесь чтобы удобно прикрутить ушко к ободку у меня нет плотного треугольнического ободка поэтому я использую этот чистый показатель чтобы объяснить, что нужно сделать я вырезаю вот такую штуку еще туда, куда можно втиснуться желательно это сделать посерединке я нашла идеальное место и что я делаю? сначала наливаю сюда много клея прикрепляю и получившийся простите и получившийся карман тоже клей все и могу еще вот так вот его пропихнуть туда что-нибудь распределить и в итоге сажать тадам теперь я могу его прикрутить и сюда что сейчас я сделаю посмотрю заодно правильная ли у меня длина правильная ли высота и все остальное заодно таким образом можно будет посмотреть симметрию наших ушек которые у нас получились ушки можно укладывать как лаком так и клеем ПВА клеем ПВА вы просто зафиксируете их форму что они никогда не сдвинутся но если вам хочется чтобы они выглядели больше живыми используйте все таки лак итак вот наши ушки они очень реалистичные очень мягкие они еще будут укладываться чтобы для создания кисточек на данный момент я их просто намочила чтобы понять как и куда мне их направить ушки можно украсить бижутерией я бы хотела в одной из ушек одеть примерно вот такой вот тоннель но из-за обилия меха я не могу этого сделать потому что его просто съест мех но по идее это возможно будет выглядеть неплохо также можно сюда повесить простые украшения или банально приклеить стразы на эти ушки я хочу сделать блестки и стразы у меня нет нормальных страз чтобы вам показать как это будет как бы я хотела чтобы это смотрелось но есть накрутки на микродермалы ну и просто хотя бы вам покажу как бы мне хотелось все это увидеть кстати сразу отвечу можно ли на эту проволоку например прикрутить ушки и будет все держаться на голове нельзя проволока настолько мягкая то есть она банально их не удержит и так вот у меня в руках накрутка на микродермал и вот такие вот милые блесточки наверное их не видно на камере но такими милыми блестками и стразами они будут украшены так что спасибо за внимание мой инстаграм в описании мой вк вы можете узнать в инстаграме я там не шифруюсь не скрываюсь уже готовые ушки я выложу наверное завтра либо завтра утром буду очень рада слушать ваши вопросы так как все-таки эти ушки мне понравились и что я хочу сказать подобных ушек я не видела в русскоязычном интернете вообще не говоря вообще о русском ютубе так как там есть просто кошачьи неко ушки либо неко мими ушки а других там вообще ни слова скажу сразу такие ушки просто так не поносишь во-первых будут все тыкать какая винилая во-вторых ну они тяжелые в моем случае если вы их например сделаете из евы они будут намного легче еву можно заменить обычным картоном но картон не такой гибкий то есть вам нужно будет сразу сделать готовую форму так что экспериментируйте по идее это делать не сложно самые красивые ушки естественно получаются если вы работаете от души ну и удачи в том числе в том числе